приветствую вас на канале меня зовут евгений галыгин и в этом видео я предлагаю простой финансовый совет если говорить более точно то примитивный но начну с некоторых оговорок по содержанию видео и соотвязанность ним статьи собственно никакого открытия чего-то принципиально нового здесь не будет то есть все сводится к простейшему то что известно нам еще с разнообразных народных поговорок и пословиц которых как известно заключена мудрость в простой и краткой форме собственно если коротко то лучше без крайней крайней необходимости избегать получения долгов как финансовых так и не финансовых так и в общем то аккуратно быть уже с выдачей долгов кому-нибудь другому но немножко все-таки потом поподробнее сразу игры что критичные варианты которые связаны с какими-то личными проблемами здоровья или может быть даже жизни естественно здесь не рассматриваются помните что финансовые вообще вопросы очень индивидуальные в какой-то обобщенной статье чего то конкретно под ваш случай не ожидайте фоном будут опять же прокручены чтобы вам было хоть интересно смотреть кредитные предложения просто наиболее распространенных банков но выбрана не просто популярен стоит то есть тут не сочтите какую-то рекламу чтобы фона что-то пустить надо поэтому вот так будет ну а теперь собственно давайте перейдем собственно к теме и совет действительно примитивны но почему вот это вот известная тема в общем то известно нам давно и чуть ли не с детства сегодня приобретает такую сумасшедшую актуальность причин здесь несколько первое это очень мощное развитие сектора кредитов которое прошло на самом деле в зоне снг или бывших советских республик относительно недавно но если говорить по меркам мира и в общем то закредитованность населения резко подрастает начиная от частично так сказать объективных кредитов по ипотеке заканчивая наиболее опасными займами до зарплаты так называемые микрозаймы и ухудшается ситуация тем что маркетинг вот этих всех кредитных так называемых услуг происходит грубо говоря навязчиво но если сказать совсем уж мягко кто активно то есть вам предлагают не вы даже ищите эти самые какие-то кредиты а вам предлагают то есть постоянно смс зашли в банк обслужить дебетовую карту вам предлагают кредитную и так далее то есть вот это на мой взгляд такое новая часть известной проблемы также максимально ухудшают ситуацию разнообразные советы финансовые советы по инвестированию что такое еще и тренинги проводятся зачастую кстати проводимые под эгидой инвест отделов банков в итоге вам предлагают куда-нибудь выгодно инвестировать ваш в общем-то скромные суммы естественно это инвестирование часто приводит к совершенно иным последствиям общем лучшем случае что называется вы не сможете пользоваться ими деньгами длительное время но это уже чуть-чуть выходит за тему видео поэтому чуть сократим но собственно идея простая избегать кредиты и долги точнее кредитов и долгов дело в том что если увидите даже фоном ставки кредитные ставки мягко говоря серьезная и причина в том что если как правило человек не в состоянии накопить на какое-то приобретение или услугу то есть частое описание почему или описание причины почему кредиты использовать приходится это хотя бы еще к это адекватная обычно позиция это то что так то никогда не накопишь то есть другой возможности фактически не но дело в том что нужно как-то подходить честно в том числе к саму себе или самим собой что более важно то что в чаще всего кредиты это так называемые потребительские и идут зачастую на приобретение тех вещей которые вам грубо говоря недоступны ни по социальному статусу ни по финансовому положению не по уровню доходов не по уровню финансовой дисциплины и личных качеств то есть грубо говоря банально не тянете то есть машину вы все можете объективно позволить допустим намного проще чем планируете приобрести и соответственно приобретать что-либо более простой форме а зачастую и вообще приобретение какой-то вещи или услуги вам вообще не по карману то есть нужно не путать причину и следствие то есть правильный вопрос на мой взгляд здесь не то что как накопить авторы вариант на что то есть нужно ли вам вообще эта вещь то есть и не только с вопросов необходимости но из вопросов объективной доступности то есть вполне возможно что вы просто не соответствуете под текущий предмет то есть варианты что вы этого достойно на практике это манипулирует с вашим сознанием ну то есть признать себе что ты грубо говоря на что-то не тянешь по объективным причинам не обладаешь допустим не востребованными какими-то навыками не социальной адаптации не в общем-то каким-то положением не только социальным но и финансовыми личными качествами то есть это довольно так грустный не все любят а соответственно если вам нужно что-то продать то вам говорят то что вам приятно услышать вот такая на мой взгляд одна из основных проблем вот этой всей популярности в итоге теперь давайте затронем еще немножечко совершенно вариант выдачи долгов то есть когда вы кого-то выручаете тут уже выходит несколько затем видео общем-то тут тем это больше развития себя и улучшения потому что связано с очень сложной темой социализации социальных отношений и в общем-то до конца мне причина непонятно то есть почему зачастую выданный по сути беспроцентный на них кредит это естественно кого-то выручили приводит к тому что как говорится хоть чтобы у тебя не было знакомо дал дай ему в долг с чем это связано трудно сказать то есть скорее всего причин целый комплекс и соответственно тут только отмечу что вполне возможно этому еще добавляет то что негативные эмоции во время того как вам отдают собственно долг превышают по амплитуде по модулю по величине а те положительные эмоции когда общем вы кого-то выручили то есть как-то полностью устроена странно скорее всего уже в курсе по поводу опыта собственно давание кому-то в долг то есть тут не берем конечно мелкие суммы и конечно не экспериментируйте сразу с крупными то есть сумма должна быть значительной тогда можно общем-то увидеть много в том числе в людях но этот такой другой вариант и соответственно давайте еще перейдем что к вариантам рассмотрение выгодных кредитов некоторые даже какие-то схемы придумывают даже ими делятся и в это откровенно говоря верят как в могучую силу кэшбэков и в общем то на всех рекламных как вы видите проспектах улыбающиеся семьи люди в отличной обстановке то есть до сих пор люди в это верят что довольно странно ну и собственно тут момент в том числе связан с тем что выгодных кредитов и тем более какие-то вот эти от кэшбэки которые сейчас популярны они на практике невозможно то есть естественно как финансовая организация любой банк или кредитная организация нацелена на получение прибыли соответственно выгоды для вас как потребителя ожидать вообще не стоит вы будете планирую вообще за все за удобство и даже на вот эти вот идиллические картины на рекламных проспектах тоже будете платить вот в чем собственно суть но теперь давайте перейдем к вариантам решения сразу опять же говорю финансовый вопрос особенно застарелый требует длительного решения и переходят через труд самодисциплину и самоограничение то есть если вы хотите улучшить ситуацию то придется общем-то грубо говоря трудиться и переступать через себя отвыкать от привычного для вас если вы вдруг вот в ситуации примерно что есть кредиты и привыкли их использовать в разной степени то будет связано решение самоограничением естественно и дисциплины то есть каких-то простых методов и очень быстрых не будет то есть тут важно на мой взгляд перейти к варианту плавных изменений часто бывает что люди вот где-то что-то увидят с чем-то согласны и быстро воодушевляются но собственно это же воодушевление очень быстро проходит под в общем-то грузом обычных будни то есть наиболее такой хрестоматийный пример это когда люди начинают упитаны еще больше есть после того как провалили в очередной раз строжайшую диету ну то есть что-то типа такого то есть тут рекомендации еще раз повторю они очень очень обобщенные что касается вашей личной ситуации тут естественно рассмотрение отдельно и не надо сразу все под кальку применять но в общем-то рекомендации тоже простые ничего сверх естественно не предлагаю и конечно не как истинно единственное и в последней инстанции собственно рекомендации это с плавных изменений то есть ситуация если у вас уже есть какие-то кредиты то начать как мне кажется стоит с не братья новых то есть все что называется завершаете получение новых займов и это собственно первый этап на самом деле такого стресса от изменения привычного образа жизни вам на первое время хватит то есть нужно стабилизировать ситуацию на этом варианте то есть чтобы придется отвыкать от вот этой схемы когда вы грубо грагасти и кредиты берете сразу новый или чуть ли не в процессе это в более плохих случаях собственно начало именно с этого то есть вы завершаете брать новые займы вообще в любых формах напрочь то есть не надо менять одно другим дальше если этот этап успешно прошел следующий стоит трезво оценить свою финансовую ситуацию то есть если какие-то дополнительные резервы или нет то есть вполне может быть что их нет и опять же излишне себя зажимать стрессом не стоит если нету то спокойно продолжаете выплачивать свои старые займы обычными платежами то есть со временем причем учитывая там средние сроки займов там 5 даже лет этот процесс не быстро надо понимать и если в хорошем случае если у вас появились чем-то возможности дополнительные финансовые то тут стоит попробовать погасить кредиты досрочно это возможно то есть это в том числе насколько помню законодательно прописано и в итоге вы по сути говоря сэкономите на процент если вот вы посмотрите графики платежей то чем больше кредиты тем больше срок погашения по сути тем большую часть вы во время платежа особенно первых платить и банально на погашение процентов видите как вот здесь видно что оплата процентов в самом начале и оплата основного долга фактически пополам то есть тело долга кредита падает очень незначительно большинство вы первые платежи при такой схеме оплачивать именно пользование и соответственно срочно погашение вам поможет круг лет дело несколько спасти то есть последние платежи как видите дела сос как раз наоборот идут то что процент уже скромнее сумма основное тело гасится куда веселее то есть это банковское дело но тут мы не уходим и так форма 10 минутный превыше то есть если получается то угасить кредит только тут рекомендую опять же не сразу переходить к ним то основным базам чему-то тяжелому начните решение таких с простых возможно небольшая сумма ли что-то осталось то есть именно в таком в тестном варианте посмотрите получится или нет если чувствуете что уровень стресса и ограничений слишком высокими становится то пока прекратить этот этап до следующего так сказать попытки продолжения если получается то можно переходить на другие кредиты и займы то есть более серьезные в общем то так локально ускорить выход от такого из кредитного положения но собственно повторять том что никакая хотя бы относительно свобода не грешу таком высоком и сильно ком-то популисткам именно свобода принятия бытовых решений свобода относительное принятие решений на работе и общее такое ощущение но понятно иллюзорной конечно стабильности она так или иначе в любом случае будет иллюзорной но без какого-то финансового задела без экономики лично невозможно то есть можно посмотреть что опять же кредиты это как популярная тема обсуждения чуть ли не всех знакомых и сослуживцев ну и собственно можете посмотреть насколько более покорны на любой службе или работе люди взявшие кредит то есть естественно они фактически лишены части свободы ну или сами себя лишили называть как хотите и поэтому такой вариант с долгами лучше конечно не иметь но опять же ничего сверхнового и в качестве такого расширения наверное вопроса напоследок отвечу что вопрос конечно не только же финансовый то есть просто это сейчас стало наиболее понятно и популярно и через деньги в общем-то стали мерилом почти всего в общем то не без объективно конечно причин но финансовая составляющая жизнь не ограничивается то есть та же рекомендация по поводу долговых обязательств она еще более актуальна в других областях то есть это как не оставлять незавершенные дела и не выполненные обязательства то есть это вот такой опять же формат известный с детства не теряет актуальность то есть такие долги еще могут быть чуть ли не более опасно чем финансовые спасибо вам за внимание оставляйте пожалуйста в комментариях свое мнение по теме вопроса желательно с аргументами это позволит расширить информационную нагрузку видео и не самые полезные здесь на комментарии я прикрепляю к видео то есть с аргументами вашу позицию естественно может не совпадать с выраженной видео это вообще не проблема по причине того что если правильно так мы соберем комментарии то будущем зрителям будет еще более полезно это видео спасибо за внимание счастливо